всем здорова выходим на север смотреть сколько там мороза весь такой город белый белый все и ним покрыто вот здесь тоже я смогу только радостных покажет 25 можно смело 5 градусов добавлять потому что от окошко тепло тянет ну принципе с затяжки вот такой у нас рождественский завтрак подарки прислали это с рудного мама сыр прислал передала это воск пчелиный это оксана вкусняшек наделала и еще там вкусняшки передали тоже с рудного оксанина сестра анжела передовой привет и спасибо вот это вот это обязательный завтрак это оксане а это мне чтобы не поправился чтобы не потолстел сегодня у меня выходной на улице мороз сильный за 25 на краю города даже говорят 30 сегодня суббота и попросил я оксана сделать вкусняшки она говорит ты выходной давай помоги я я я не против тем более вот такие интересные будем пряники делать зеленая а мы как-то делали помнишь зеленый и чем-то красила тесто делала специально красителем интересно а это чё это ангелочек я думал что за цветок такой интересный непонятный все не получается со стороны в сторону шевелю и форма теряется да нет вот смотри это надо приловчиться их тоже еще не так легко делать мелкие работы это не для меня мне бы сейчас ключ на 55 ну принципе я прокладки вырубаю обычным либо крючком либо молоточком мне кажется тонко в следующий раз нет тонко не надо в смысле толще не надо она же еще я так думал в духовке подойдет поднимется вот вот ты так интересно делаешь ну как да не бойся ты ее надави хорошенько я боюсь сломается интересная такая лодочка это будут пряники у нас а там ты рецепт оставишь нет 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 рецепт это секрет а тут секретные ингредиенты да короче да короче я так и напишу пряники с секретным ингредиентом ну нет рецепты не выполнял ну у каждого должны быть свои секретики да конечно понятно как вот пряники там называются рождественские нет ну да наверное раз сегодня Рождество а туда тоже будем грузить да ой там все полный отъезжай елочку влезет елочка влезет 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 вот тут тоже может влезет 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 а ты забирай ну да вот здесь вот влезет елочка елочка а это можно заново и да это потом оно полежит чуть-чуть сразу тяжело раскатывать тоже нюансы свои да раскатываем а тут подшипники разболтаны нет 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 зачем нормально ты не шутишь я все время как всерьез Леша ну что безъемного скучно ну ты весь маму да кстати маме привет родителям всем и папе слава богу что вы еще живы здоровы отцу в этом году было 80 лет а матери на следующий год будет в августе 80 лет у нас с ней в один год будет юбилей ей 80 будет на следующий год а мне 45 и не скажешь ой господи ой этот толстый меня раскатывает такими же делали наверное да 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 как раз оно еще не лезь в мою кухню да нет почему это же хорошо когда советы дает ну да надо уметь их понимать это хорошо выслушивать советы когда у тебя скалка в руках да Леша и не стала муки сыпать потому что тесто очень эластичное хорошо раскатывается зачем Леша не мука вообще ничего не сказал ну так на всякий случай а ну да вдруг кто нибудь скажет а че мукой не посыпали обязательно а тут свои секреты есть обязательно да оно хорошо раскатывается ну я чуть-чуть так бегло пробежался по инструкции вот как делать пряники в интернете там 50 роликов просмотрел как делать пряники не именно как тесто делать для пряников а как делают пряники и вот немножко учусь вот как надо надавить с какой это с каким давлением да я неправильно надавливаю я не знаю я неправильно делаю давай вот так по кругу ёлочки сделаем давай давай да это круг да попробую ёлочек вот а потом уже будет смотри еще другие ёлочки а маленькие можно в принципе вот так обрезать да интересно да где-то ножик у нас тут нету как правильно делать пряники я пошутил что я смотрел там 50 видео на эту тему на эту тему шутник шутник да так серьезно шутишь ну серьезно конечно ну смотри ну вот еще одни ёлочки очень интересно выгодно слушай смотри даже тесто ж почти получается не остается как он называется то безотходное производство да не ну правда смотри еще одна ёлочка только она чуть-чуть просто другая и так никак но они не бывают все одинаковыми так как интересно даже в лес зайти все равно они все разные ооо вот да вот ага да интересно 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 ну и все вот тут пили 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 тут она золотая ангелочков здесь делать а что тут 4 ёлки не поместится да у ёлок уже и так много ангелочков много ангелочков мало интересно мне прям удивительно эти ёлочки ну это же как хорошо жалко жалко на зиры нет она любит с тестом возюкаться а мы любим с ней возюкаться у меня племянница даже на кировце ездила на канале есть видео там где я супругу на кировце учил когда за тюльпанами когда за тюльпанами на прошлой работе на бывшей на поле попросил знакомого он привез они тюльпаны пособирали и на кировце покатались ой тюльпаны красивые особенно вот эти кирпичные ну их мало наверное какие кирпичные тюльпаны правильно назвал это как желто-красные это цвет да я думал прям с кирпича сделано нет цвет ну кирпичный ты сказал кирпичный ну я на кирпичном заводе работал я знаю что такое кирпич это у нас семейный подряд был на кирпичном заводе работали в советское время вот у нас в сахозе был кирпичный завод и туда все стремились попасть на летние каникулы вот на летних каникулах и детям платили за это и еще плюс можно было неплохо заработать за летние каникулы и плюс еще 1 сентября кто отличился тому давали премию даже я вот сейчас точно не помню но по тем деньгам это существенные деньги были вот так вот ну потом пришел развал короче и ни кирпичного завода не осталось одни только воспоминания ну пока и на этом все продолжение следует будем заснимем когда уже продукт будет готов вот и пряники уже сготовились мягенькие хорошенькие привезли новый вал сюда на навеску хорошо все запустили двигатель запустили сейчас коробку подогреем вместе с коробкой заведем все приехал трал сейчас будем заезжать блин у